Разгром Джозе Абу Усмана. Что ждали, но не дождетесь. Я уверен, у этого видео будет, возможно, в разы больше просмотров, чем у кого-то другого. И в десятки, возможно, раз, чем если бы я выложил полезную лекцию, например, шар трех основ, который я делал и так далее. И согласитесь, эта ситуация, она нездоровая ситуация. И такое уже случалось у меня. То есть выкладываешь какие-то очень полезные материалы, в которые ты душу вложил, и их смотрит определенное количество, небольшое. Выкладываешь там родно Рината в вопросе, который, ну, вопрос не прямо суперсущественный, там четкий, там 20 тысяч просмотров туда-сюда. Это нездоровая ситуация, она дает стимулы, она дает требующим знания стимулы. И там блогерам и так далее. Какие стимулы? Что, если ты снимаешь полезный какой-то контент, то это мало кому интересно. А если ты снимаешь опровержение, причем на своих, на чужих тоже не особо интересно, на своих, то тогда, да, тогда четко. Тогда у тебя будут просмотры, ты получишь славу, известность и так далее. Допустим, я не буду это иншала делать, и салах меня убережет и сохранит мой неяд субханова ради какой-то дунья портит религию людей и вовлекать их в какие-то фитнес. Но ведь есть люди, у которых уже испортился этот неяд, и среди требующих знаний полно на самом деле. Люди, у кого зависть, у кого скверный неяд, он хочет успеха, славы какой-то, чтобы его слушали, к нему прислушивались, хотя порицание этого пришло в хадисе. И когда аудитория ведет себя подобным образом, она посылает стимулы таким людям, что лучший повод прославиться для вас, это сделать рад кому-то из братьев, которые работают на пути Аллаха и приносят пользу мусульманам. Вы спросите меня, что делать? Я не могу дать какой-то вот этот, спасти мир, но это совет людям, которые услышат это видео, исправить свой неяд в просмотре исландских видео на YouTube и стараться получать полезные знания. Очень много лекций сейчас полезных переводят по книгам, но просмотры у них маленькие, а у скандалов, интриг, расследований, просмотры огромные. Или, субханалла, еще один момент, я в лекции про Аллатру говорил, то есть, что люди, они, субханалла, не знают базовые основы религии, и они идут, смотрят видео каких-то сектантов, потому что им интересно. Субханалла, это как идти в террариум к змеям, да, то есть, не имея никакой защиты, как идти на бой с медведем, имея при себе перочинный ножик. Поэтому нужно менять намерение, неяд. И требование знаний должно быть ради Аллаха, ради удаления от себя невежества, ради исправления своего поклонения, ради познания своей религии, своей аквиды, чтобы уберечь себя от фитм, которых очень много в наше время. Это не должно быть лишь какое-то требование знаний, получение знаний, лишь ради интереса какого-то досужего. То есть, как будто вы в кинотеатре сидите с попкорном, то есть, наслаждаетесь, там, какими-то актерами, понимаете? Нет, нужно у имама Ахмада спросить, а какой был должен быть неяд в требовании знаний? И он сказал, яд льма ярфу анху аннафсихин джахли. То есть, он сказал то, что он изучает то, что удалит от себя невежество. Барак Валфий.